как перестать откладывать дела на потом приветствую с вами алекс овенга позади stonehedge я очень давно на самом деле хотел сюда приехать но вот все как-то все не складывалось все откладывал на потом потом потому что я понял что все это происходит из одной интересной штуки вы замечали что иногда мы как бы пишем жизнь на черновик ну то есть вот когда-нибудь я все сделаю классно и когда-нибудь все я там буду доводить дела до конца или перестану все откладывать когда-нибудь настанет то счастливое будущее в принципе кому не коммунизм на этой теме 70 лет держали вдумайтесь коммунисты 70 лет наморочили людям голову да и себе в принципе тоже тем что настанет светлое будущее когда-нибудь я начну путешествовать видите всю эту красоту свои своими руками глазами щупать это вот все но жизнь отложена на потом потом не случается вот когда я это понял то все стало на свои места вот именно вот эту фразу можете прям даже записать жизнь отложена на потом потом не случается это касается там практически всего открыть свой бизнес жениться там выйти замуж родить детей некоторые там тех же самых детей ну годами пытаются ну вот я сейчас буду готов ты никогда не будешь готов я вот сейчас подготовлюсь чтобы открыть свой бизнес не этот момент может никогда не наступить потому что ты будешь просто свой мозг насыщать какой-то информации посмотреть 100 500 видео подумать все взвесить ну потому что ты знаешь что некомфортно и что некомфортно вот некомфортно было выпиливать вот эти камни я думаю и кстати говоря там есть один очень интересный секрет эти камни очень ровно отпилены настолько что те технологии того времени они не просто не позволяли это как бы невозможно но как-то это сделали иногда нам кажется что на следующий наш уровень это что-то невозможно что мы не сможем что не получится что или получится но не у нас мы откладываем откладываем чтобы опять же наполнить себя информацией на самом деле мы заполняем просто неуверенность внутреннюю а тем что я сейчас еще что-нибудь посмотрю где-нибудь еще похожу еще подумаю но опять же если откладываешь это на потом потом не случается я нашел три способа конкретно как это сделать и сейчас поделюсь первое я покупаю билет какую-то другую страну и дела начинают быстрее сами собой делать то есть ты их реально перестаешь откладывать когда-то у тебя уже есть билет такой жесткий естественный дедлайн как там господь бог не создал бы землю если бы не было бы дата релиза и дедлайна а второй способ который я использую который вы можете тоже использовать и он вам пригодится когда есть обязательства перед клиентами потому что себе очень легко что-то пообещать а потом передумать ну мы часто часто именно так и делаем потому что уже другой уровень воли когда ты себе пообещал себе сделал себе доказал это могут но могут немногие именно такие люди достигают большого успеха кстати говоря но когда ты даешь обязательства клиенту например когда человек тебе заплатил особенно большой крупную сумму денег ты уже начинаешь включаться ты уже понимаешь что есть определенные санкции за невыполнение это твоя репутация и что следующего клиента тогда и просто не будет и ты включаешься ты включаешься особенно если ты вот любишь напоследок отложить это работает и третье что работает это наставник когда ты тоже имеешь ответственность перед другим человеком только с другой стороны не ты не тебе заплатили денег и ты их отрабатываешь а ты сам заплатил причем большую крупную сумму и ты ее начинаешь отрабатывать вот это мотивирует и ты начинаешь действительно внедрять многие вещи как угорелый это работает поэтому то что вы можете сделать сегодня купить билет в какую-нибудь страну вы можете что-то продать желательно что-то дорогое и вы можете купить какой-нибудь дорогой коучинг консалтинг то есть где предстоит попахать именно вам где вас нагрузит такой работа если вам интересно поработать со мной может быть я вас возьму беру не всех почему потому что ну реально не каждому и каждому дано работать поэтому есть анкета поэтому есть собственные секреты ведь никто же не знает как stonehenge на самом деле был построен есть только разные версии так вот когда ты смотришь на отзывы других клиентов ты же не знаешь на самом деле как что сработало я знаю вот это собственно в этом вся разница с кем-то я делюсь знаниями кто-то не готов но испытать судьбу стоит поэтому внизу и заявка заполняй ее и переставить откладывать на потом это достаточно просто когда знаешь как сейчас вы знаете как минимум три способа с вами алексавенга если вам в коучинг круто много дорого и все на чистовик то внизу есть анкета если хотите еще что-то посмотреть есть очень много классных видео которые вы можете увидеть на этом канале ну что ж до встречи а а а а а а а а а Продолжение следует...